Мы продолжаем в рамках проекта «Экзегет» читать седьмую главу пророка Оси. И я напомню очень кратко, что в прошлых главах, во-первых, Оси Женицына, блудница, которая, собственно говоря, собой олицетворяет Израиль, как неверный народ, который нарушает верность своему богу, точно так же, как жена Оси нарушала верность ему. И довольно много говорится о том, в чем эта неверность, причем речь идет как об Израиле в Северном Царстве или Ефреме, так и о Южном Иудее, хотя об Иудее Оси весьма непатриотично говорит, как будто несколько лучше. И вот в седьмой главе мы на середине ее в прошлый раз остановились. Ровно эта тема продолжается, он называет этот северный народ Ефремом, потому что Ефрем – это главное племя Северного или Израильского Царства. Ефрем с другими народами смешался он, Ефрем стал как лепешка, которую забыли в печи перевернуть. Понятно, что когда пекут хлеб, то если печь неравномерно, жар дает со всех сторон, надо переворачивать. Тогда, видимо, было что-то вроде тандыров нынешних, то есть прилепляли к стенке, и в какой-то момент надо было перевернуть, чтобы хорошо тесто подошло, иначе оно будет горелым с одной стороны и сырым с другой. А при чем здесь это? Ну, нехорошая лепешка, лепешка, которую невкусно есть. Но и что? Почитаем дальше. Пожрали чужие силу его, а он и не знал. Посидели волосы его, а он и не знал. Лепешка, которую не перевернули, подгорает, и как бы сама не замечает этого, понятно, у лепешки нет сознания и органов восприятия. И вот здесь народ, целое общество, а бывает так, и с отдельным человеком, он не замечает, что с одной стороны уже подгорел. Он не замечает, что вот привычное положение, которое он занял, оно его самого губит, что надо что-то менять в жизни. А он остается таким, каким он есть. Как человек, которого ограбили, оворовали, он смотрит вокруг и не замечает этого, как некий беззаботный старик, который уже не замечает, что посидел. И продолжает жить так, как будто он молодой. «Унижено величие Израиля пред ними, но не обратились к Господу Богу своему, не устремились к нему в этот час. Обезумели люди Ефрема, словно голуби. Египтян зовут, в Ассирию идут». То есть, вот при всех этих происходящих событиях они надеются на внешние силы. Египет и Ассирия – две основных мировых державы. Египет с юга, Ассирия с севера. И, соответственно, во всем том, что они происходят, они надеются найти каких-то союзников, которые помогут справиться с этими проблемами, пришлют, может быть, армию, может быть, какую-то экономическую помощь окажут. Но понятно, и мы с этим уже сталкивались в этой книге, что решение задачи лежит совершенно не в этой, не в геополитической, как сегодня принято говорить, области. И поэтому Господь говорит через пророка, «Когда пустятся в дорогу, накину на них сеть, поймаю их, как небесных птиц, накажу их, и весь до всего собрание дойдет». Что за собрание? Кагал или на греческом языке «клесе», то, что позднее станет словом для церкви, может, конечно, пониматься как собрание, собственно говоря, израильтян, как весь израильский народ. Можно понимать, наверное, и как некоторое мироустройство. То есть, израильский народ или этот самый Ефрем, он один из народов. И окрестные народы, когда они об этом узнают, это как бы собрание, которое отзывается на все происходящее, которое принимает какое-то участие, может быть, в этом происходящем. «Горе им, бежавшим от меня, разорение им, восставшим на меня, искупил бы их я, но лгут они обо мне». Вот, собственно говоря, в чем их проблема. «Бежавшие от меня». И он говорит, искупил бы я их. Ну, слово «искупление» мы, конечно, привыкли его слышать в христианском контексте, применительно к крестной жертве Христа, к тому, что он отдает свою жизнь ради спасения всех людей. Но у него есть и более конкретное земное измерение. «Искупил», значит, выкупил из рабства. Вот некий человек попал в рабство, его захватили, сделали своим пленником. И другой человек приходит, платит деньги его рабовладельцу, его хозяину, и уводит этого первого, освобождает его. Вот это и есть искупление. И Господь готов это сделать с народом, с Ефремом, который попал в трудные обстоятельства, который тоже в рабстве. Вот, кстати, той самой Ассирии, которую он зовет на помощь. Но, как это нередко бывает, помощники, они не столько помогут, сколько себе все заберут. И вот Господь бы это сделал, но лгут они обо мне. Обида, недоверие, недовольство тем, что вот они неправду о Боге говорят. Да, можно и так, наверное, это прочесть, но если человек что-то придумывает о Боге, или о себе самом, кстати, ну, здесь о Боге, он не может с ним встретиться. Он встречается вымышленным образом. Но этот вымышленный образ ему ничем не поможет. «Не возопят ко мне от всего сердца, только стонут, на постелях своих сходятся ради зерна и вина, удаляясь от меня». Ну, конечно, зерно и вино, пища и развлечения, и питье, которое не просто вода, но еще и большое удовольствие вино пить. И вот они живут этим миром необходимых и желанных вещей. Да, зерно, вино, поесть, выпить, поспать, развлечься, отдохнуть. И не то, что они враждебны Богу, не то, что они его не почитают, но они о нем лгут. Но они придумывают такой образ Бога, который им нравится, который вписывается в эту их жизнь. И это значит, что встреча с живым Богом у них просто не получается. «Удаляясь от меня». Ведь они не специально как бы забрасывают Бога. Ну, просто вот есть какие-то вещи, есть какие-то темы, сюжеты, выгоды, удовольствия, развлечения, необходимости, которые поглощают их полностью. И не то, чтобы они бегут от него, но вот как-то в какой-то момент не до этого. Ну, отстань, Господи, не видишь, сейчас у меня есть более важные дела. И дальше он говорит, я их учил, их руки укреплял, они замыслили зло против меня. То есть, ведь эти важные дела, они тоже касаются, в том числе, отношений с Богом. Ведь нельзя сказать, что Господь просто некая такая духовная сущность, которая им необходима для философствования, для каких-то высоких идей. Нет, это, собственно, та личность, с которой они связывают абсолютно все, если они ему верят, если они с ним пребывают в некотором единении. А если нет, то, ну, что ж поделать, тогда все как-то не то и не так. Они замыслили зло против меня, не вернуться им ввысь, стали они как неверный лук. Что значит неверный лук? Ну, тот лук, который стреляет как-то криво. И не вернуться им ввысь. Вот это, их положение, это некое падение. Они были в вышине, они свернулись с этой вышины вот туда, в низины, где у них вино, зерно и прочие всякие житейские заботы. И назад пути уже нет. Как стреляешь из лука, а лук не туда посылает стрелу, она не долетает до цели. Кстати, в языке Нового Завета слово, которое мы переводим «грех», оно изначально означает «промах». Да? Грех – это не обязательно злодеяние, целенаправленное убийство или что-то еще. Это очень часто промах, когда человек целится во что-то нужное ему, когда он пытается достичь какого-то важного для себя эффекта, но просто не может попасть точно. Попадает рядом и, промахиваясь, он тем самым может и другому причинить страдания себе самому. «Падут их князья от меча за гнусные речи свои, и тогда насмеются над ними в египетской земле». Ну, вот о Сирии уже было упомянут, и Египет тоже, как два таких крупных соседа, и не просто соседа, но две надежды на то, что положение каким-то образом выправится. Нет, все равно над ними посмеются, потому что ни Египту, ни о Сирии, ни приводить сегодняшние параллели не буду. Наверное, сами догадаетесь, какие есть могучие государства, великие страны, мощные экономики, армии, политическое влияние. Не нужны вот эти маленькие соседи. Ну, просто они неинтересны. Да, их можно при случае подчинить, там, раньше это завоеванием делалось, сегодня в основном экономическими или какими-то еще мирами, политическим давлением, культурной экспансией. Их можно не замечать. Ну, в конце концов, это же не проблема. Ну, они же не составляют серьезной конкуренции. Но они в любом случае большим и сильным соседям не нужны. И когда вот этот маленький народ, Израиль – маленький народ, он мечется и смотрит вокруг и говорит, кто бы, кто бы меня взял, да, как котенок такой, помоечник, который пытается к кому-то пристроиться, он просто не понимает, что над ним смеются. И очень часто человек, который пытается найти для себя, или общество, которое пытается найти для себя, такого высокого покровителя, оказывается ровно в том же положении. Да не нужны мы им. Давайте посмотрим, как мы сами живем. Давайте вспомним о том, кому мы нужны на самом деле. А кто всегда нас помнит. Вот книга Осия, она ровно об этом, как неверная жена. Да, ее можно ненавидеть, но ее нельзя забыть. Нельзя остаться равнодушным к тому, что с ней происходит. И Господь может очень остро отзываться на все, что происходит в Израиле, но ему не все равно, а Египту все равно. Ну и восьмая глава, начнем ее сегодня. Трубу к губам налетит орел на Господень дом за то, что нарушили завет со мной, восстали на мой закон. Орел – это кто-то увидит пророчество о римлянах, которые под знаком орла приходили, конечно, в эту землю, но это было спустя примерно семь веков. И вряд ли это такое прямое пророчество. Орел – один из вечных гербов. Вот у нас в России двуглавый орел, в других странах некоторых тоже он есть. Гораздо больше стран, где одноглавый орел или лев, который там либо с мечом, либо с чем-то еще. Это еще очень грозные животные. И вот, да, они налетают, эти орлы и львы, кто бы это ни был, а Сирия или Египет или какая-то другая империя. Империй много было в истории, наверное, еще много будет. И сейчас есть разные могучие мировые державы. Но они налетают, конечно, для своих каких-то целей – завоевать, подчинить, ограбить. А Господь говорит – за то, что нарушили завет со мной. И вот, как знаете, небрежный водитель автомобиля, который нарушает правила дорожного движения, попадает под власть законов физики, более базовых законов. И уже его автомобиль летит, не дай бог, конечно, куда законы физики его направляют, а не правила дорожного движения. И вот так человек или общество, которое нарушает законы Бога, завет с Богом, попадает под власть гораздо более примитивных законов. Сильный жрет слабого, завоевывает слабого, подчиняет, унижает, оскорбляет слабого. Но это не потому, что всегда сильный жрет слабого. Не потому, что всегда автомобиль летит в кювет или в столб. А потому, что если ты вываливаешься, нарушаешь законы более высокого порядка, выпадаешь из них, то законы низкого порядка никуда не деваются, они тобой будут управлять. Ну и вот, когда все это произойдет, воззовут ко мне. Боже наш, мы знаем тебя, мы – Израиль. Израиль благо отверг, вот и враг за ним вслед. Ставили себе царей, но не от меня, назначали князей, которых я не знал, серебро и золото свое выдалов и обратили, зато и беда им. Вот, собственно говоря, главный ответ. Вы говорите, вы – Израиль, ну как вы себя ведете? Вы ставите какое-то управление, которое не от Бога. Это прямой намек, конечно, на царение Давидовой династии. Согласно тому обещанию, которое Бог дал Давиду, только его потомки – законные цари Израиля. Но зачем нам эта династия в какой-то момент решают они? Ну, давайте разберемся сами между собой, вот устроим какое-то такое управление, которое нам нравится, есть более интересные кандидаты. Вот вы живете сами по себе, и в результате вы оказываетесь в положении, когда вы отвернулись от Бога, и вам приходится разбираться с этими орлами, львами, Ассирией, Египтом. Одни смеются, другие завоевывают. Что ж поделать? Вы попали под действие законов более низкого порядка. Ну, а как это описано более подробно – в следующий раз.